МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кузин Владимир Михайлович, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов от избирательного округа номер 12 Ленинского района. Избран 10 октября 2010 года. Окончил Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Трудовую деятельность начал сменным мастером на заводе промышленных тракторов в 1982 году. Спустя 4 года начальник инструментального цеха завода промышленных тракторов. С 1991 года работает в научно-техническом центре техник в должности начальника опытно-инструментального производства, а с 2000 года в должности генерального директора. В настоящее время генеральный директор ООО кондитерская фирма СМАК. Председатель постоянной комиссии по бюджету, член постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской республики. Не за горами 4 ноября вся Россия в этот день празднует окончание смутного времени, а именно День народного единства. Всем известен подвиг Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского. Они во главе народного ополчения прогнали польских интервентов из Москвы. Как депутатский корпус относится к этому празднику? Нужен ли этот праздник? И вообще проводятся ли какие-либо мероприятия, поспереуроченные к этому дню? Да, 4 ноября приближается. Этот праздник совершенно новенький у нас. Наверное, 2005 год, вот 9 лет проходит. Не все поняли сразу, да, первое время, значит, даже по названию не могли правильно назвать. То День согласия и примирения, то День единения. Вот этих вот 9 лет мне хватило, наверное, я бы так сказал, для того, чтобы в умах людей уже устоялось, что в чем важность, в чем положительная сторона. Этот праздник, хоть он и новый, но он очень государственный, важный праздник. Я думаю, чем дальше, тем мы будем с большим пониманием к нему относиться, и все больше и больше народу будет воспринимать его как один из самых главных государственных праздников. В городе, конечно же, проводятся массовые мероприятия во всех, практически во всех школьных заведениях, учреждениях культуры, спортивных учреждениях на различных площадках. Уже проходят, не только 4 ноября, но уже, вот в школах сейчас проходят классные часы. Россия, Единая Россия, Сильная Держава. Вот, значит, 4 ноября будет основной праздник Театра Оперы и Балета. Вот, также будет уже традиционный ставший крестный ход во главе с Владыкой в честь празднования Дня Народного Единства и религиозного праздника, праздника Казанской иконы Божьей Матери. Вот, ну, более того, во всей России празднуется, и наша делегация, я знаю, будет участвовать в праздновании в городе Сочи. Наша культурная делегация, группа УЯВ, будет представлять нашу республику. Поэтому этот праздник всем народам, так и нами, депутатами, очень воспринимается хорошо и празднуется активно. В преддверии праздника предлагаю взглянуть на тему несколько шире. Не только как на подвиг русских по изнанию поляков из Москвы, а как факт сплочения разноязычных народов. Ведь всем известно, что смута зарождается прежде всего в умах и в душах людей. Как не допустить этого? Смута в умах и душах людей прежде всего происходит тогда, когда люди, народ на протяжении достаточно большого времени не видят улучшения в жизни, не видят целей в жизни. Когда власть, вместо того, чтобы заниматься интересами народа, либо бездействует, либо преступно занимается собственными интересами. Например, сейчас в мире напряженная политическая обстановка. В некоторых странах набирают обороты нацистские движения. Пропаганда толерантного отношения друг к другу, к религиям, к разным национальностям сейчас актуальна как никогда. Как обстоят дела с этим в нашей республике? Какие усилия прилагает к этому депутатский корпус? Как раз на фоне неразрешенности проблем внутри общества, ввиду того, что появилась смута в умах и душах людей, появились вооруженные столкновения нашей соседней, даже братской нашей стране государства. дошло дело до вооруженного столкновения. Понятно, что на фоне этих беспорядков воспользовались этим ультраправые националистические движения. Но вот последние выборы говорят о том, что все-таки народ не поддерживает их. Не правые и не левые проходят. Проходят все более течения, которые проповедуют здравый смысл политики. Что касается нашей Чувашской республики, города Чебоксары, на сегодняшний день, несмотря на то, что, может быть, единицы имеются, но само состояние экономическое, социальное состояние республики не благоприятствует каким-либо смутным течениям. И здесь у нас исторически живут много народностей, у нас более ста этносов. И практически у нас в ближайшей и даже далекой истории никогда не было какого-либо столкновения одной национальности с другой. И эта традиция у нас поддерживается на всех уровнях, как и на депутатском, так и на уровне государственной власти. Насколько мне известно, с 27 октября по 10 ноября проходят Дни депутатов. Парламентарии Чебоксарского собрания встречаются с населением. Для чего нужны такие дни и какие мероприятия проходят в рамках таких дней? В первую очередь скажу, что депутаты встречаются с населением постоянно, не только в эти дни, потому что сама работа предполагает работу депутата в тесной связи с населением, чтобы понимать, какие интересы представлять, какие защищать вопросы по населению. Ну что, так называемый День депутатов, он обозначен для большей широкой информированности населения. Мы в единые дни, вот с конца октября по середину ноября проводим Дни депутатов, чтобы было понятно всему населению, там в каких-то кругах в такие-то дни, в других, в третьи. И все население понимает, что в это время весь депутатский корпус проводит отчетные собрания, встречается с населением для того, чтобы отчитаться за отчетный период. Мы встречаемся с населением в таком формате как минимум два раза в год. Сегодня, в ближайшие дни, я сам тоже провожу встречу, отчитываемся за период с января по октябрь месяц, что было сделано, какие вопросы решены. Вот я как раз знаю, да, что депутаты отчитываются о своей деятельности за четыре года. Расскажите вот об этом подробнее, о чем конкретно отчитываются депутаты, какие меры принимаются по итогам отчетов и вообще что меняется? Ну, наверное, с того, что начнут, что изменилось, чем стало лучше, в моем понимании. Значит, главная наша, наверное, работа пятого созыва, начиная с десятого года, заключается в том, что мы создали совершенно другую власть, другую систему власти. Это, я бы так назвал, исполнительная власть народного доверия, как по подобию правительства народного доверия. Сегодня депутаты, как выборные лица от всего населения, избирают, назначают исполнительную власть. Администрация города, должностные лица администрации сегодня назначаются депутатским корпусом. Депутаты во главе с главой города Леонидом Ильичем Черкесовым обозначают стратегию, политику развития города и от имени народа контролируют и корректируют работу исполнительной власти. И вот эта конструкция власти, она, я думаю, и многие уже согласны с этим, это видно при встрече с населением, это наиболее оптимальная. Конструкция власти очень стабильна, поддерживается народом. Недаром за последние вот эти четыре года как никогда отремонтировали какое количество дворов, дворовых территорий, проездов, сколько реконструировано автомагистралей городских, сколько построено детских достойных учреждений, спортивных сооружений. У нас бюджет города в начале, вот когда мы принимали в 10-м году, он менее 5 миллиардов был, а сегодня свыше 8 миллиардов. В ноябре этого года ровно 20 лет исполняется Чебоксарскому городскому собранию депутатов. Давайте обратимся к истории, вообще с чего все начиналось. И когда сформировалось собрание депутатов? Дата формирования 4 декабря 1994 года. Если немножко, так сказать, войти в исторический экскурс, то становится понятно, да, в 91-м году сменился у нас государственный строй. В 94-м году сменилась Конституция. Естественно, после изменения государственного строя, основного закона, поменялись все остальные законы. Также претерпел изменения и законам местного самоуправления. Соответственно, вот с этого момента отсчитывается новейшая история нашего представительного органа города Чебоксары. Раньше это был городской совет народных депутатов, теперь Чебоксарское городское собрание депутатов. Ну что, что можно сказать? Понятно, что это новые конструкции власти, это новые законы. Естественно, значит, многое изменилось. Нельзя сказать, что все изменилось с того момента, как был старый депутатский корпус. Что было сделано вообще за это время? Что было сделано? Прежде всего, сформирована уже новая система власти на местах, местное самоуправление. Ведь раньше совершенно другая власть была. У нас горком партии руководил. Был горе-сполком, который полностью подчинялся партии. А депутаты, они, ну, в большей части, наверное, формальный признак составляли. Но я не скажу, что роли депутатов раньше не было. Я с уважением отношусь ко всему депутатскому корпусу, которые еще работали в советское время. Потому что знаю, что от работы депутатов тоже очень много зависело. От вопросов, которые ставили депутаты, принимались многие судьбоносные, важные для народа решения. Поэтому история, она всегда требует к себе уважительного отношения, для того, чтобы учесть какие-то ошибки и применить опыт предыдущего поколения в своей работе. Что в будущем ожидает собрание депутатов? Какие планы на ближайшее время? И вообще, какие мероприятия планируется проводить в преддверии, ну, скажем так, дня рождения городского собрания? Ну, с самой ближайшей перспективы, это понятно, что мы все-таки юбилейный праздник хотим отметить. Отметить всенародно, пригласив как можно больше населения, активы округов, представителей других местных самоуправлений, гостей из других республик. Думаем, что этот праздник должен стать своеобразным отчетом о деятельности нашего созыва, вспомнить подвиги и достояния прежних созывов. Ну, а что касается вообще, какие планы, что предстоит делать, какие у нас произойдут в ближайшее время события, то надо сказать, что в будущем году произойдут новые выборы. Уже в шестой созыв Чебоксарского городского собрания депутаты. И в отличие от нынешнего созыва, он уже будет составляться по двум признакам. Это значит, у нас будет часть депутатов избираться по округам, по одномандатному признаку, и 50% будет избираться по партийным спискам, которые будут представлять политические партии. Это будет уже новая конструкция выборов. Ну, я думаю, что народ от этого только выиграет, потому что будет возможность выбирать как индивидуальные депутаты, так и отдавать предпочтение политическим партиям. Ну что ж, спасибо большое, Владимир Михайлович, за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «Актуальное интервью» был Владимир Кузин, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. До свидания. До свидания. Спасибо вам.